мы начинаем начинаем тогда полет в недалекое будущее но прежде чем мы начнем полет еще раз у нас есть запрос у нас есть запрос от улдиса вот он попросил я зачитал в принципе то есть давай мы начнем самого начала то скажем потому что улдис не присутствовал у нас на занятии первых вот чего мы начинаем когда мы собираемся куда-то лететь данном случае даваем как раз таки концепция мы летим все-таки в будущее не парк другую реальность вот что нам надо сделать какие самые лучшие варианты выхода но полет в будущее кстати майкл не совсем простой полет считается вообще можем делать упрощенный вариант почему ты что-то вообще нужно для того чтобы быстро выйти в лице полета у нас накоплен был очень большой материал во первых свободном доступе который касался теоретической части на моей группе он выложен без стать видео материалах новой реальности говорится в видеоматериалах и все вы все наши передачи в открытом доступе которые кроме того в этом крыжном доступе там было три передачи где выложены действующие рабочие ключи одно из них один из них был именно для выхода он рабочий люди которые пользовались получали дальний плохой результат вот это первое второе в общем то конечно надо определенную базу поискинку и какую литературу почитать уже монро хотя бы путешествие вне тела и некоторые другие книги которые мы давали открытие сахарова потом значит сейчас секундочку монро путешествие я сейчас просто пишу но если может он не знает путешествие вне тела правильно воду путешествие вне тела до вторую третью книгу потом это рано а сейчас вот путешествие вне тела на методике надо найти сахаров открытие сахаров открытие третьего глаза и у нас еще был который самый первый скажем так да иванов иванов кстати экстрасенсом раз потом еще одна книга у него есть человек его душа жизнь физиком мире астральном плане там тоже рабочие методики но это более сложные методики вот то есть вот эти вот методики которые там приводятся мы их давали те по чакрам кстати были хорошая передача которая где удалось расписать работу чакр как их запускать методики запуска и все такое то есть ничего особенно сложного тут нет всяком случае люди которые совершали полеты с нами они научились совершенно очень серьезный полет особенно последний полет прошлый раз был впечатляющий вот этого ничего страшного нету все доступно все поддается дальше если когда вы видите зрительные образы первые настроечные картины это тоже нормальная совершенно ситуация это здесь ключ имеет эти картины то так и должно быть вот но потом незаметно эти настроечные образы переходят уже в резонанс переходит на реальный полет причем в это время человек не чувствует страхи все такое которое связано с выходом и дальше идет нормальный спокойный полет без всяких проблем вот поэтому вот такая подготовка небольшая нужно вот дальше упражнение ну которая сейчас показывалась руки через руку или там через экран или за зеркало вот то есть наблюдение руки через руку или через опять-таки какой-то экран это надо в темноте не обязательно но так можно делать это желательно сделать и на святую в темноте чтобы увидеть разницу до закрытыми глазами вот дальше можно взять зеркало к сожалению не нет такого зеркала чтобы она была от меня от нас зеркалом наружу и уже вот действительно здесь уже тогда делается в темноте глаза кстати после того как привыкнуть и на те могут быть открыты и в руку даже потом можно будет взять какой-то предмет и двигать его с той стороны зеркала вот зеркало будет у меня зеркало показать подходящего такого нет взять таки книгу какую-нибудь хотя бы вот таких километров вот вот мы прижали зеркало должно быть отсюда вот двигаем тоже руку еще более эффективно будет если вы станете за если у вас есть зеркальные зеркальная дверца шкафа и вы станете за эту дверцу так что опять-таки зеркало было твой глаза при этом могут открыты сознание дневное не какое-то медитативное всякое вот как раз вот тогда будет довольно интересное ощущение потому что вы не находитесь медитация вы не находитесь трансе сознание у вас дневное ваши глаза все-таки кое-что видят хотя теоретически они видеть ничего не могут так что проверьте это у их запах третьего глаза еще раз язык за зубы за верхние массируем мягкое небо мантра аум концентрация на лбу вот в этом месте там где находится ажина чакра представляем что мы выдыхаем прану в данном случае воздух для начала про ночи не знаете вот именно через третий глаз когда там возникнет давление пойдут определенные ощущения до 1 показатель что начинает работать дальше вам достается только что-то захотеть увидеть как бы вы выстреливаете пускаете стрелу из лука мишень и ждете ни о чем не думая просто ждете и все когда появится картина вот так вот запускается довольно просто ничего особенного нет открытие третьего глаза делается обязательно то есть хотя в некоторых методиках советует губерного кстати советует открыть обоняние потом яснослышание только потом ясновидение но дело в том что управлять ясно обонянием яснослушанием намного сложнее чем ясновидение и если вы откроете ясно обоняние закрыть его довольно сложно а потом когда вы где там жару зайдете в автобус даст вот что касается яснослышание то если вы будете слышать голоса и не сумеете их отключить то опять таки вы пациент готовы для психиатрической больницы голосами разобрения вот а при ясновидение просто-напросто вы открываете глаза и все вот поэтому вначале открывается если ясновидение по нашей методике потом уже все остальное но прикладывается вы дополнительно ну так же как люди интегральные шеробинда вначале открывается высшие центры которые на макушке головы находится отмечали сахасрара там аджина и шутка то есть нисходящая сила идет сверху вниз на их открывает вот уже потом как говорится низшие центры ну мы делаем упражнение когда кудри не поднимается тоже снизу на тоже верхний центр открыт поэтому опять таки ничего особенно страшного нет а в принципе когда вопросы есть задавайте да еще конкретно хорошо понятно хорошо ладно тогда ну что мы какие-то еще рекомендации сейчас я сделаю довольно простое упражнение качели так называемые эти потому что люди подключаются которая сама это конечно включая отличается от того ключа который мы используем для путешествия во времени чистом виде сложнее намного второй ключ вот ну попробуем использовать качели не тоже работают это тоже получается неплохо вот что еще техники безопасности то есть когда вы совершаете астральные полеты сами начинающие обязательно условия должны быть закрыты дверь на балкон и окна закрыты быть потому что существует очень малая вероятность но существует то что вы можете принять лунатизм за астральный выход вот вот это вот действительно такая нехорошая опасность она нежелательная очень-то мы не сталкивались с этим но она существует когда человек как бы лунатизм идет физическом теле идет по дому и потом появляется желание это прошить полет физическом теле сами понимаете абсолютно недопустимо поэтому такие вещи должны быть закрыты должны быть двери закрыты окна в дальнейшем когда конечно вы опыт приобретете это уже не имеет значения уже прекрасно будет различать вот что я хотел добавить понятно хорошо тогда качели да у нас первое упражнение да будут качели это подготовка будем так говорить да нет это будет сам полет это игру будет несколько по-другому чем обычно сделан используем качели будет нет но сейчас желательно промывку белым светом делать как всегда потому что значит еще одна особенность когда я даю вот какие-то картины и все это не значит что я вас беру за шиворот и тащу за собой нет вот как раз вот эти ощущения вы должны себя вызывать сами потому что вот их но строгая их последовательность приводит в конечном итоге к тому что вы оказываетесь в астральном полете идете на мишень которые нацелены все выполнение если же ясно что тем более дистанционно брать вас просто вытаскиваете тащить вверх или кого-то к вам подключать понятно я не могу но в этом нет никакой необходимости вы действуете большей части самостоятельно но под моим руководством куда-то в сторону не улететь и не попасть туда куда ангелы боятся ходить ну что приступать будем ну наверно да ну давайте готовиться сядем на стул примем для себя наиболее удобное положение теперь закрываем глаза концентрируемся на макушке головы представляем такую картину на макушку головы на сахасрара чакру опустается поток белой прозрачной энергии он рассекается по коже головы по коже лица по коже шеи по коже плеч по коже рук по коже спины по коже груди по коже живота по коже бедер по коже голени по коже мышцы обеих стоп яркость потока усиливается белая энергия проникает в мышцы обеих стоп мышцы голени мышцы бедер чувствуемся все эти ощущения которые возникают мышцы спины мышцы живота мышцы груди мышцы рук мышцы шеи мышцы лица мышцы головы поток становится шире яркость увеличивается заполняет мозг глаза уши горло проникает легкие сердце печень почки и другие органы живота и малого таза теперь плотность потока еще возрастает заполняет мышцы обеих стоп кости обеих стоп кости голени кости бедер проникает таз двигается вверх по позвоночнику заполняет грудину тело рёбра ключицы лопатки кости рук двигается вверх по шейным позвонкам и заполняет кости черепа теперь все ваше тело заполнено прозрачным белым светом доступно вашему внутреннему взору внимательно пройдите своим взором по своему телу заполните белым светом все заседенные места выберите все энергетические зажимы поток белой чистой энергии проходит через вас и вносит землю все ваши горести и невзгоды и все болезни скорость потока увеличивается вы чувствуете приток определенной силы на ладонях каждый попадает туда тут куда начался свой полет целые поезды у нас разные канал начинает расширяться вы оказываетесь в комнате откуда начали свое путешествие видите себя со стороны видите в комнату откуда вы начали свой полет теперь поворачиваемся к себе и идем в слиянии с собой огружаемся в себя чувствуем руки ноги живот грудь голову теперь набираем легкие воздуха вот нажимаем руки в кулаки потянулись выдох и открываем глаза все вдох все 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 есть ну все